В Самарском доме со слонами усиливают фундамент, перекладывают инженерные системы, чтобы здание можно было отапливать зимой. После реставрации здесь откроют международную школу молодых архитекторов. Как идут ремонтные работы, проверил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Дачу купца Головкина построили в начале 20 века по передовым в те времена технологиям из полых блоков. Но со временем они стали осыпаться. В советское время и в начале 90-х их пытались заменить кирпичами, усилить металлическими конструкциями. Но последствия оказались печальными, так как здание на такие нагрузки не рассчитано. Поэтому реставраторы начали изготавливать блоки, аналогичные тем, что применялись в строительстве раньше. Дом со слонами должен открыть свои двери для посетителей в 2024 году. Само здание будет белого цвета, а все деревянные конструкции, вся фурнитура, окна, двери будут синего цвета. Вместе с городом мы уже этот вопрос проработали, сделаем благоустройство склона вниз до самой Волги. Сегодня это, к сожалению, все заросло уже травой, деревьями, которые за эти годы выросли. И с Волги, проходящих мимо судов, к сожалению, прежней вот этой замечательной картины наших слонов не открывается. Наша задача сделать так, чтобы все, кто проплывал мимо, застывали в оцепенение, увидев или через иллюминатор, или с палубы такую красоту. Также сейчас решается вопрос о строительстве пристани, которая исторически существовала в этом месте. Кроме того, вниз к Волге планируется построить лестницу, чтобы туристы могли спуститься к берегу. Это все реально, реально, когда есть порядок в головах и точно ставится цель решить эту проблему. Я полагаю, еще раз повторяю, этот объект будет в ближайшие два года решен и будет одно из красивейших также мест в городе Самаре. Полным ходом идет реставрация еще одного памятника архитектуры – фабрики кухни. Закончено восстановление каркаса здания, оконных конструкций, перекрытий, продолжаются отделочные работы. Сейчас очень важная часть – это установка инженерных и современных коммуникаций, в частности, климат-контроля. Это очень важная вещь – это и безопасность тех коллекций работ, которые будут сюда привезены, и безопасность в плане их сохранности климата. Это первое, по сути, такое здание в регионе, в такой большой площади, где будет обеспечен абсолютно точный музейный климат, благодаря чему сюда можно будет привезти работы любого уровня сложности, ценности из любой точки мира. Заинтересовать самарцев собираются не только мировыми шедеврами живописи. Александр Хинштейн обсудил и некоторые ноу-хау. Обсуждали сейчас и другие какие-то новации. Еще на самом начале, когда мы только приступали к спасению, сохранению этого уникального здания, была одна из идей установить здесь парашютную вышку. Мы сейчас к ней снова возвращаемся. Понятно, к открытию вряд ли мы это успеем, но следующим этапом, наверное, я себе вот так вижу, парашютная вышка здесь может появиться. Еще и для того, чтобы у людей была возможность, поднявшись наверх, увидеть с высоты птичьего полета, как, собственно, выглядит серп и молв. Потому что в самом здании прочувствовать это достаточно сложно. Здание, оно огромное. Не остался без внимания и памятник деревянного зодчества начала 20 века. Дом купца Маштакова расположен на улице Самарской. После реставрации в нем создадут музей-галерею «Заварка». На сегодняшний день в здании отреставрированы уникальные печи 19 века. К дому проложены водопроводные, канализационные, электрические сети. В целом строители оценивают готовность памятника на 60%. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.